Загитова проиграла первый старт сезона. Ее обошла другая ученица Тутберидзе зимней виды спорт. Полночь 27, 3 ноября 2019 года оправдываться я не хочу. Загитова проиграла первый старт сезона. Ее обошла другая ученица Тутберидзе. Фото. Торюханай, AP. Ученицы Терри Тутберидзе выигрывают третий этап гран-при по фигурному катанию подряд. 2 ноября во французском Гренобле победу отпраздновала Алена Косторная. Олимпийская чемпионка Алина Загитова завоевала серебро, несмотря на падение в произвольной программе. Итоги очередного этапа мировой серии подводит лента.ру. Для олимпийской чемпионки Алины Загитова этап мировой серии в Гренобле стал первым полноценным стартом в сезоне. Ранее на коммерческом турнире Japan Open Она представила лишь произвольную программу, а короткую в последний раз исполняла на контрольных прокатах в начале сентября. Тогда она продемонстрировала отличную физическую форму, которой удивлялись даже специалисты. Ее Алина смогла сохранить до ноябрьского турнира во Франции. В новом сезоне Загитова отказалась от классической музыки, под которой выступала на протяжении всей взрослой курьеры. Ее и хореографа Данила Глейхен Гоуза часто упрекали в том, что они не умеют экспериментировать. Олимпиаду спортсменка выиграла с Лебединым озером и Дон Кихотом, а чемпионат мира взяла с призраком оперы Кармен. Теперь Алина выступает под композицию израильской исполнительницы. Язмин Леви. В короткой программе, а в произвольной перевоплощается в Клеопатру. И эти перемены явно к лучшему. Фигуристка, которой уже покорились все существующие титулы, по-новому открывается для зрителей и, что важнее, для судей. А не то в новом сезоне наверняка не поскупится на оценки за компоненты. А ведь Загитова только на них и остается рассчитывать. Ни четверные прыжки, ни тройной аксель за лето она не выучила. Алина Загитова фото. Торюханай, AP. Алина Косторная последняя из учениц Тутберидзе, кто в этом сезоне дебютирует во взрослой серии Гран-при. Первые два этапа триумфально завершились для Анны Щербаковой и Александры Трусовой. Косторная же год назад выигрывала в юниорском финале, а в 2018-м становилась серебряным призером первенства мира среди юниоров. Первый взрослый сезон спортсменка начала на октябрьском членджере в Финляндии. Там она победила чемпионку мира и Европы Елизавету Туктамышеву и впервые исполнила на официальных соревнованиях тройной аксель. Чисто с него она выехала в произвольной программе. В Гренобле же Алина собиралась включить этот элемент в оба проката, а в произвольной сразу три таких прыжка. Косторная демонстрирует прошлогоднюю короткую, которая по духу и настроению, по мнению тренеров, очень фигуристски подходит. В ней спортсменка предстает в образе ангела. А вот музыку к новой произвольно выбирала сама Алина. Это для группы Тутберидзе редкость. Программа поставлена под саундтрек к фильму «Сумерки». Перед стартом этапа в Гренобле расклад был следующий. Самый сильный прыжковый контент в обеих программах заявила Косторная. В короткой Загитова чисто математически уступала ей чуть менее пяти баллов, а в произвольной более шести. Но внушительная разница в цифрах просто любопытный факт. Слишком большую роль играет другое – частота скольжения, эмоциональность, опыт и, к счастью или сожалению, благосклонность судей. На руку обеим же россиянкам было то, что среди соперниц не оказалось фигуристок, владеющих элементами ультра-Си. Японки Каариса Камат и Юна Сфераива, а также американкам Райбел бороться могли только за бронзу. «Оправдываться я не хочу». Косторная с короткой программой выпала выступать в первой разминке, а Загитовой закрывать соревнования. Обе перед выходом выглядели сосредоточенными и не слишком уверенными. Косторная от нервозности избавиться так и не смогла, хотя она раскатки не допустила ни одной ошибки. Загитова, наоборот, на лед выходила уже без дрожи в коленях. А Лена, как и обещала, зашла на тройной аксель. Правда, оступилась на выезде, а при повторном просмотре элемента судьи углядели еще и не до крут. С ошибкой получился и тройной луц, который ученица тут береды исполнила с неясного ребра. Баллы за это не снижают, но это лишний повод для судей пересмотреть прыжок. Отпустила спортсменку только во второй части программы, где она без помарок сделала каскад из тройных флипа и тулупа. А взгляд от Ольда она оторвала только на дорожке шагов. 76,55 баллы. Так судьи оценили это выступление, причем касторное, несмотря на все помарки, явно рассчитывала на большие. Как? И зачем я напрягалась? Недоуменно воскликнула фигуристка, когда увидела сумму на табло. Было обидно, потому что я выполнила программу достаточно хорошо, но судьи посчитали, что не очень. Поэтому можно сказать, что не очень прокат получился. Были еще ошибки, которые не видны, сказала она. Но оправдываться я не хочу, заключила фигуристка. Тем не менее этой оценки хватило, чтобы обойти олимпийскую чемпионку, хотя та на льду не допустила серьезных срывов. Только выехать с коронного каскада тройной лут с тройной Риттбергер уверенно не смогла. Двойной аксель и тройной флип получились на большие плюсы. Столь же щедро судьи оценили дорожки и вращения. Алина прекрасна, просто прекрасна. Хочется смотреть, любоваться и говорить, как она божественна на льду, заметил хореограф Илья Авербух в эфире Первого канала. Сама фигуристка была немногословна. Конечно, можно было выступить еще лучше, я расцениваю этот прокат как рабочий. Есть над чем работать. Самое главное, что я сейчас просто вышла и получила удовольствие, призналась Алина. Алина Косторная. Фото, Алексей Даничев, РИА Новости. Судьи поставили ей 74,24 балла. Дополнительный штраф в один балл Загитова получила за то, что после окончания музыки опустила руку, и это посчитали продолжением программы. Итог второе место и два балла отставания. Еще одна представительница сборной России, 19-летняя Мария Соцкого, завершила соревнования на последней 11-й строчке. Она меня сразила своими акселями. На тренировке и перед произвольной программой Косторная чисто выполнила каскад тройной аксель двойной тулуп. Связка, которую в мире делают единицы. Загитова так удивлять не планировала, поэтому просто без ошибок сделала свой контент. Она уже не раз говорила, что главное для нее кататься стабильно. С этой задачей Алина не справилась, а ступилась на первом же прыжке в программе. Это должен был быть каскад тройных Луца и Риттбергера, но получился только Луц. При этом ей удалось избежать штрафа за срыв элемента, так как падение случилось уже после выезда с элемента. Очевидно, что опыт помог спортсменке сориентироваться, и эту связку она на ходу переставила во вторую половину программы, получив за это еще и надбавку. К остальным прыжкам было не придраться, сразу после неудачи на первом каскаде Алина уверенно исполнила двойной аксель с тройным тулупом, а следом за ними одиночный Сальхов в три оборота. 216,06 столько судьи поставили за этот прокат, и баллы за компоненты сильно превзошли техническую оценку. В этом смысле у олимпийской чемпионки все идет по плану. Надо отдать должное, что она откаталась на кураже. Прямо программа по ней. Она должна войти в финал гран-при, это очень важно. Она не делает элементы просто так, она слышит то, что она делает. Она катается в музыку, она понимает, что катает. И когда она будет чувствовать себя уверенно, я думаю, что педагоги начнут с ней изучение более сложных элементов, подтвердила заслуженный тренер Татьяна Тарасова в эфире Первого канала. Косторная выходила на лед сразу после Загитовой. И уже после первого элемента дала понять, что золото отдавать не собирается. Тот самый каскад тройного акселя и двойного тулупа она исполнила с таким запасом, что впору было удивляться, почему тулуп не был тройным. Спустя несколько секунд она выехала с еще одного акселя в 3,5 оборота, а потом почему-то прыгнула лишь двойной. Сложилось впечатление, что именно так и было задумано, все-таки к трем тройным акселям спортсменка пока не готова, да и риск не оправдан. Что до эмоций, спортсменка выглядела куда более расслабленной, чем накануне. Так что с тем, чтобы вжиться в образ, проблем не возникло. Тарасова после проката не поскупилась на похвалу, она сразила меня своими акселями. Этири тут беридзе. Фото, Владимир Остапкович, Рия Новости. Итак, Косторная привезла Загитовой 20 баллов, и лишь четырех ей не хватило до повторения мирового рекорда Александры Трусовой. Последний факт обнадеживает, чтобы получать космические суммы, вовсе не обязательно владеть четверными прыжками. Алина тем временем в произвольной программе проиграла еще и американке Белл, которая тренируется у Рафаэля Рутюнина. В итоговом же протоколе россиянка опередила Белл всего на четыре балла. За олимпийскую чемпионку тревожно, ей никак нельзя ошибаться, чтобы хоть на что-то, о победах говорить нужно ну совсем осторожно, в этом сезоне рассчитывать. Японка Сакамата за счет безукоризненно исполненной произвольной закрепилась на четверном месте, а ее соотечественница Сераива старт провалила и стала девятой. Соцкого осталось на одиннадцатом месте. Следующий этап Гран-при это Кубок Китая в Чунцине с 8 по 10 ноября. От России там выступят Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова. Последний победить там особенно важно. Нужно держать марку, ведь ученицы Тутберидзе в этом сезоне еще не проигрывали. Всего этапов мировой серии 6. По силам ли фигуристкам этой группы выиграть их все? Ангелина Никитина.